Это один из нарядов, в котором можно встречать предстоящий новогодний праздник. Считается, что платье в праздничную ночь должно быть синего, зеленого или красного цвета. Темно-синий этот цвет считается миллионеров, но одежда этого цвета, она предполагает в стиле классики быть. То есть украшений не так много должно быть, лодочки, строгая прическа, то есть классический аристократический стиль для этой галмы. Но не всякой женщине пойдут синие оттенки цвета, поэтому предлагается еще второй образ. Это образ зеленых оттенков, он тоже присутствует в восточном календаре. При выборе зеленого платья важно также учитывать оттенки, которые должны быть либо холодными, либо придавать свежесть образу. Кроме того, в моде по-прежнему остается красный цвет. К алому наряду подойдут практически любые аксессуары и украшения. Красный цвет вообще он считается для встречи нового года очень припомненным цветом. То есть женщины, которые хотят быть богатые, преуспевающие, они, конечно, предпочтительно, наверное, выберут красный цвет. Что касается макияжа и прически, то здесь основной тенденцией на Новый год являются голливудские локоны, которые должны быть естественными и немного небрежными. В моде стрелки, но в Новый год даже они должны быть праздничными. Прежде всего, в моде стрелки разнообразные. Но так как сегодня у нас образ новогодний, эти стрелки были немного видоизменены. И добавлены, соответственно, тени некоторых оттенков. Здесь стрелка начинающаяся фиолетового цвета и заканчиваяся черным. Акцент делаем также на пушистые ресницы и на здоровый сияющий цвет кожи. Каким бы ни был образ женщины в новогоднюю ночь, главным, по словам экспертов, все же является свежий, здоровый вид. Поэтому для того, чтобы в праздник восхищать окружающих бодростью и весельем, перед встречей Нового года необходимо хорошенько выспаться и отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok